Россия надумала захватить часть Балтийского моря, в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией. Это следовало из проекта постановления так называемого правительства РФ, опубликованного на портале правовых актов. Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалируется напряженность, такой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Что на самом деле означает попытка Москвы пересмотреть границы в Балтийском море? Как на эти провокации реагирует НАТО? И почему РФ вдруг дала заднюю? Россия снова посягнула на чужое, на сей раз РФ поставила под сомнение действующие морские границы со странами НАТО. Выдвинула претензии сразу нескольким странам Балтии. Одна версия, я к ней тоже склоняюсь, что это было сделано намеренно, сознательно. Это элемент психологического давления на западных лидеров, на НАТО, в том числе на лидеров северных стран, на стран Балтийского моря. Тем более, что две страны в этом регионе присоединились к НАТО. И вот Путин таким образом организовал психическую информационную атаку. Как бы он начал пугать их возможностью вот такого де-факто изменения границы. Кстати, в северных странах всерьез воспринимают угрозы Путину. Согласно проекту документа, который подготовила Минобороны РФ, Россия хотела объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Для этого Московия надумала изменить координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны у побережья островов. Яхи, Сомерс, Голланд, Ротшер, Малый Тютерс, Вигрунд. Кроме того, Рашка хочет изменить линию морской границы у северного входного мыса реки Нарва, разделяющей ее с Эстонией. Кремль играет на страхах НАТО, страхах, опасениях, риска прямого военного столкновения. Кремль распечатал, разархивировал старые планы еще советских времен. Да, старые планы свидетельствовали о том, что советские танки дойдут до Ла-Манша. Сейчас, возможно, планы более скромные. Эти планы и амбиции были отражены в ультиматумах, которые Кремль выставлял Западу еще в 2021 году. Но сейчас предпринимаются некие точечные акции, которые могут свидетельствовать о риске эскалации, риске новых гибридных операций против стран Запада, в первую очередь, против стран Балтии, Скандинавии или Польши. В Кремле вдруг посчитали, мол, действующие координаты, установленные еще советским постановлением от 1985 года, не в полной мере отвечают современной ситуации. Точки якобы были зафиксированы по морским навигационным картам мелкого масштаба. Значит, мол, недостаточно точно. В Минобороны РФ предложили признать постановление о 40-летней давности частично недействующим. Короче говоря, Москву не устраивают нынешние границы в Балтийском море. Хотя в прошлом веке, когда все страны Балтии были в советской оккупации, подобных вопросов в Кремле не возникало. Этот вопрос не беспокоил РФ и до начала полномасштабной войны против Украины, ведь ранее никто не собирался препятствовать ни торговле российских коммерческих судов, ни маневрам российских военных кораблей в Балтийском море. А вот сегодня неважно, гражданский ли корабль, военный ли. Если он российский, путь его один. Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию R&D заявил, что Путин хочет контролировать Балтийское море. И для этого в Кремле решили захватить и удерживать шведский остров Готланд. Мутный глаз российского карлика не просто так пал именно на этот остров. Его называют гигантским авианосцем. Он расположен и между Швецией и Латвией, и неоднократно упоминался на российском пропаганда ТВ в качестве цели в случае вторжения Рашки в страны Балтии. Конечно же, Готланд, как давно известно, имеет очень важное значение для контроля над всем регионом Балтийского моря. И при желании именно через Готланд можно перекрыть выход россиян из Финского залива, ну и движение в сторону Балтии, стран Балтии, или в сторону Польши, Дании и так далее. Поэтому вот такие планы у россиян наверняка есть. Поэтому в северных странах всерьез относятся вот к таким угрозам, усиливают вот их группировку в Готланде, усиливаются военные группировки, в том числе военно-морские, в странах Балтии. Я думаю, что есть оперативные планы, как противодействовать возможным провокациям или каким-то военным российским действиям. В Стокгольме угрозы со стороны агрессивной России воспринимают очень серьезно. На острове Готланд уже усилили военные группировки. Главнокомандующий Швецией подчеркнул, что Балтийское море не должно стать военной площадкой для Путлера. Швеция, как новый член НАТО, вместе с союзниками обсуждает, как противостоять стремительно милитаризующейся Арефии. У Путина же тоже уязвимое положение. Вот с одной стороны могут заблокировать Балтийский флот, ту часть Балтийского флота, который находится в Финском заливе, в районе Петербурга, Кронштадта. А другая часть Балтийского флота – это Калининградская область, Анклав. И там тоже можно заблокировать. С другой стороны, конечно, риск провокации есть. Вряд ли Россия сможет эффективно использовать Балтийский флот для атак иностранной НАТО. Но проблемы определенные гадости наделать могут. Вот в этом есть определенный риск. Поэтому вот эта тема изменения границ – это такое предупреждение в путинском стиле. Мол, если вы будете нарушать некие правила, будете давить на нас, или как-то усиливать свое военное присутствие, мы же можем тоже ответные действия сделать. И изменим границы. Попытка передела Балтийского моря – очередной дешевый шантаж Кремля. Тем более на носу глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, куда Россию, разумеется, никто не приглашал. В июне произойдет много важных международных конференций, и будут приниматься стратегические решения по Украине. И пока украинская сторона, президент Зеленский, держит инициативу по всем этим вопросам. У нас есть шансы на получение десятков миллиардов долларов кредитов в счет российских замороженных активов. У нас есть шансы получить у них очень хорошую явку на саммит мира. У нас есть большие шансы, что саммит Европейского союза, Совет АЕС откроет переговоры с Украиной, утвердит переговорную раму. Поэтому Украина в выигрышной позиции, Россия ищет свои аргументы. Но Россия не может найти достаточно сильные аргументы для создания паритета. Поэтому Россия проводит новое наступление в Харьковской области или бомбит мирную инфраструктуру. Россия угрожает всему миру ядерным оружием, ядерной эскалацией. Россия созывает совещание Министра иностранных дел стран БРИКС почти одновременно с саммитом мира, пытаясь хоть как-либо компенсировать все эти треки, по которым Украина пока что регирует. В начале мая главнокомандующий эстонской армии генерал Мартин Херем публично призвал своих коллег из Польши, Швеции и Финляндии быть готовыми к блокаде России в Балтийском море. Мы все понимаем, что эти гибридные атаки все еще очень актуальны. Мы должны быть готовы и к ним. Не важно, кибератака это или какой-то другой вид атаки, мы готовы и реагируем. И наше послание всегда было четким. На этой территории в Эстонии и у всех союзников мы контролируем ситуацию и не позволим никому нарушить наше нормальное поведение и нормальное общество здесь. На попытку Москвы перекроить Балтийское море в НАТО отреагировали резко. В Министерстве иностранных дел Литвы планы Кремля назвали запугиванием и очередным доказательством того, что агрессивная политика России представляет угрозу для всей Европы. Министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак заявила, что своими действиями Россия поджигает границы Европейского союза. Берлин солидарен союзниками в странах Балтии. Спустя всего сутки после публикации проект постановления так называемого правительства РФ о переделе Балтийского моря просто исчез с портала нормативных актов. Здесь же не было даже официального решения. То есть появилась некая информация. Появилась, а потом ее убрали, эту информацию. И, собственно, никаких последствий. Мол, думайте, что хотите. Ну вот я придерживаюсь версии, что это был такой, да, элемент шантажа, попугать. Да, кто-то говорит, что, ну, может быть, там ошибся кто-то, да, или чья-то была инициатива, да, а потом сверху сказали, не надо. Нет, я думаю, что сделали это намеренно, скорее всего. И вот такого рода шантаж погрозили. Потом как бы сделали шаг назад, смотрят на реакцию. Да, потому что реакция-то была. Реакция была сразу же резкая, оперативная. Я думаю, это сработало. Вот если бы реакции не было со стороны северных стран, то, возможно, этот документ и остался бы на сайте, и Россия начала бы тогда там заявлять требования о переговорах, там начало бы давление какое-то политическое, военное на северные страны. Но сейчас Россия не в том состоянии, чтобы оказывать давление. Эксперты обращают внимание на тот факт, что документ о пересмотре границ в Балтийском море был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом российских учений по применению тактического ядерного оружия. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Более того, самопровозглашенный якобы президент РФ предложил самопровозглашенному якобы президенту Беларуси отработать совместный ядерный удар. Мы говорим, конечно, и об учениях, а второй факт об учениях, это связано с прямым участием наших молодых друзей, коллег в военной сфере, в этих мероприятиях. Попугать, вот это излюбленный метод Путина, попугать. И поменяв границы на картах или буйки возле Нарвы, либо вот проведя какие-то военные учения на границах стран НАТО. Это стиль Путина, к этому надо относиться достаточно спокойно, не игнорировать, конечно, потому что могут быть провокации, но и надо держать ухо востро, что называется, с такими диктаторами, как Путин. Лукашенко тоже, но особенно вот с Путиным. Но пока это скорее психическая атака. Это попытка попугать, и в первую очередь попугать Запад. Но и на этом угрозы Кремля не закончились. На следующий день, после публикации постановления о пересмотре границ в Балтийском море, российские пограничники перешли к активным действиям. Правда, не в море, а на речной границе с Эстонией. В ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, установленные на реке Нарва на территории Эстонии и используемые для обозначения судоходного фарватера. Тем временем, кремлевские пропагандисты угрожают странам Балтии отобрать так называемые исконно русские города. Угрозы, шантаж — это путинский стиль. И проведение учений с ядерным оружием, с тактическим ядерным оружием. Ну, мало, допустим, провести такие учения в Южном округе, там, недалеко от Украины. Надо же Запад попугать. Соседние страны НАТО, поэтому и в Беларуси это сделали. И, более того, демонстративный приезд в Минск не только Путина, но и там нового министра обороны, и даже Януковича зачем-то туда захватили. Это, ну, это явно вот в стиле 22-го года. Группировки военные для атаки на Украину с севера на данный момент нет. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Балтийский флот РФ оказался практически изолированным в Балтийском море. А Балтийское море, в свою очередь, стало внутренним морем Альянса и ЕС. Именно поэтому Путин пытается давить на НАТО. Балтийское море имеет сложную географию, поэтому для торговли оно нормально, пригодно, доказано еще гонзейскими временами или постройкой новой российской столицы царем Петром Великим. Но во время войны оно сразу становится очень рискованным, в первую очередь для российского флота. Были довольно трагические истории и в начале Второй мировой войны, когда половина флота погибла при эвакуации из Кронштадта. Сейчас же, после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, действительно Балтийское море – это ловушка для Балтийского флота Российской Федерации. В случае начала боевых действий у него остается минимальный фарвартер для выхода в Мировой океан, и он там очень легко простреливается, минируется. Идею усложнить жизнь Росфлоту в Балтийском море предложила Финляндия. Вместе с Великобританией они обсуждают возможность ограничить движение танкеров российского теневого флота. Эти суда не только перевозят нефть в обход западных директив о потолке цен, но и несут экологическую угрозу. Большинство из них устарели. Что касается торговли под санкционными товарами, то на сегодня страны Запада еще не приняли жесткого решения о том, что они будут досматривать любые суда, которые, возможно, будут перевозить запрещенные товары по параллельному импорту, серому, черному флоту, любые подобные схемы. И если боевые корабли стран НАТО на Балтике будут останавливать все эти серые танкеры или любые другие суда даже по нейтральным флагам, да, это для России будет жестким сигналом и может привести к некой реакции со стороны российского флота. Как рассказала британскому изданию The Guardian министр иностранных дел Финляндии Алина Волтонин, Лондон и Хельсинки рассматривают планы по привлечению третьих стран к блокированию движения российских танкеров, так и проливе Ла-Манш. Через Вирусский пролив между Финляндией и Эстонией в месяц проходит около сотни танкеров с российской нефтью. Пока прямых провокаций со стороны РФ в Балтийском море не было, но Москва прощупывает этот регион и постоянно подстрекает НАТО на агрессивную реакцию. По данным информационного агентства Reuters, за первый квартал 2024 года, истребители НАТО на четверть чаще вылетали перехватывать российские военные самолеты, которые нарушали воздушное пространство Альянса. Москва регулярно пытается глушить сигнал навигации GPS. Сил для, например, нового военного конфликта уже против НАТО и против северных стран НАТО у него нет на данный момент, ресурса не хватает. Да, формально Балтийский флот есть, но Украина может поделиться опытом, как с таким флотом очень эффективно бороться. Очень эффективно. Опыт уже есть, есть конкретные методы, как это делать, и я думаю, что россияне этого тоже сейчас опасаются. Поэтому попугать методами гибридной войны действовать – это одно, а идти на реальный конфликт все-таки опасно. Поэтому, когда они увидели, что не испугались, что готовы дать ответ, и никто на уступки Путину не пойдет, не будет предлагать вести переговоры. После того, как Швеция и Финляндия стали членами НАТО, Россия фактически осталась без Балтийского флота, хотя никаких действий со стороны Альянса предпринято не было. То есть Россия проиграла битву за Балтийское море без войны и уже ничего не может с этим поделать. Если Москва нарушит международное морское право и посягнет на чужие территориальные воды, то все ее корабли сразу же будут заблокированы, в том числе торговые. Это миллиардные убытки. На военное противостояние с НАТО у России нет ни сил, ни ресурса. Армия РФ истощена на войне в Украине. Все, что остается Москве, это сотрясать воздух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова